Ну что, я все-таки про себя, наверное, еще немножко расскажу, потому что вопросы, возможно, что будут не только про воду и про водоочистку, хотя, наверное, все-таки основные про нее, но, может, что-то про что-то еще. Действительно, я химик, я закончил химфак СПБГУ уже, на самом деле, достаточно давно, с универом поддерживаю довольно тесные взаимоотношения, но, тем не менее, я все-таки некий такой коммерческий химик, и основная моя ипостась – это разработка водоочистителей, ну, как из программки вы выяснили, что в компании Аквафор. У меня есть блок, блок химика, про него тоже, может быть, сегодня немножко упомяну. Занимаюсь я в Аквафоре разработкой сорбентов, разработкой водоочистителей, исследованиями воды, собственно, свойств воды, примесей воды и так далее, и наша сегодняшняя тема с этим связана. Еще я преподаю в лице номер 239, и еще я занимаюсь эффективным обучением профориентации, ну, и много-много всем. Сейчас мы с вами поговорим про пять основных направлений. Начнем мы с вами, наверное, с химии воды. Собственно, что такое вода, что такое вода с точки зрения химика, зачем она нужна вообще, зачем она людям, зачем она нашей планете, почему она особенная. Потом поговорим про воду в космосе, благо у нас конференция все-таки парсек. Поговорим про воду на разных планетах и где ее взять. Я вот слышал столько, что была лекция про воду на Марсе, надеюсь, не буду повторяться. Потом самая, наверное, волнующая часть память воды. Потом объясню, почему волнующая. Про воду из-под крана, ну и под конец мы с вами поговорим в режиме вопрос-ответ. Надеюсь, на это тоже останется какое-то время. Ну что ж, поехали. Все уже заняли свои места. Вода с точки зрения химика, это довольно простая молекула. Вы ее формулу все знаете. И когда ко мне приходят на обучение детки в 8 лет, они единственную молекула, которую могут все нарисовать, это молекула воды. Два таких шарика и один шарик побольше. Чем же она уникальна? Если мы откроем учебник 8 класса, там написано «вода диполь», «вода уникальная молекула». И очень часто бывает, что детям дают реферат писать целый по воде. Это, на самом деле, ведет к тому, что люди не понимают, в чем суть, но при этом запоминают, что вода это круто. И потом, когда к ним в дверь стучатся люди, которые структурируют воду и говорят «вода диполь». Они, соответственно, покупают за 10 тысяч, иногда даже долларов, какой-нибудь фильтр. Что означает, что вода диполь? У нее вот эта нижняя часть, вот эти два атома водорода, сильно заряжены положительно. Вот эта часть сильно заряжена отрицательно. И из-за этого происходит вот такое вот взаимодействие. Вода на самом деле, плохо говорит, вода на самом деле это некий такой кластер, большой-большой и постоянно меняющийся. Вот если мы посмотрим вот здесь вот на красненькие и синенькие шарики, они постоянно друг к другу переходят. То есть вот этот вот атом водорода, это не совсем атом водорода, который принадлежит вот этому кислороду. Если рядом окажется другая вода, то он ее легко отдаст другой молекуле. И вот этот вот постоянный обмен и ведет к тому, что вода, в отличие от других похожих по таблице Менделеева на нее соединений, имеют аномальные температуры плавления и кипения. Только вот не думайте, пожалуйста, как вот у меня бывает в отделе маркетинга, спрашивают про воду, там что-то кивают, я рассказываю, кивают, кивают, кивают. Потом говорят, слушай, Денис, ты забыл сказать, у воды есть еще одно уникальное свойство. Она плавится ровно при нуле, а кипит ровно при 100. Представляете, как в природе сделано ровно 0, ровно 100. Ну, я думаю, что вы понимаете, почему так сделано, потому что, в общем, так ученые придумали, выбрали просто воду как эталон. Но, тем не менее, если посмотреть на этот график, то вот в отличие от аммиак, сероводород и так далее, у нас у воды действительно аномальные достаточно свойства. Это из-за того, что, как я уже сказал, вот этот атом передается. Аномальная плотность, теплоемкость. То есть, если мы посмотрим на лед, который при нагревании к нулю, естественно, свою плотность увеличивает, то потом вода, соответственно, ой, уменьшает плотность, извиняюсь, вода, соответственно, ее резко меняет, и у нас в результате при плюс 4 градусах вода обладает максимальной плотностью, и из-за этого рыбки по водоемах живут. Наверное, вы в курсе, что на некоторых спутниках, уже спутниках Юпитера, нашли воду и твердую на поверхности, и, возможно, потенциально вода жидкая находится в глубине. То есть, если мы, например, возьмем железо какое-нибудь, то железо жидкое будет находиться наверху. Или свинец. Ну, кто-нибудь плавил свинец, наверное, видели, что внизу находится свинец свердый, наверху свинец жидкий. В воде все наоборот. Как я уже сказал, основная причина вот здесь. Вот сейчас мы обсудим, насколько кластерная структура вот такая вот влияет на другие свойства воды. Но вначале поговорим о том, в каком виде вода находится в космосе. У нас на планете это либо твердое что-то, либо что-то жидкое. В космосе это либо в кометах, где-то в глубине, может быть, и даже ледяное ядро. Хотя комета все-таки достаточно обычно теплое тело. Астероиды, которые иногда падают в виде метеоритов. И, может быть, вы слышали, что одна из основных гипотез по поводу Тунгусского метеорита, это то, что он был из льда. Поэтому не нашли никаких остатков. То есть он падал, 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 в какой-то момент взорвался в атмосфере, превратился в водяной пар. Поварил много деревьев на большой площади, там много разных странных явлений было. Но, тем не менее, ничего от него не осталось именно потому, что он был из воды. По-моему, это чуть ли не основная сейчас гипотеза. В космосе вода встречается в виде водяного пара. Вы, наверное, слышали, что вакуум в космосе не абсолютный. Он не математический, а он физический. А физический вакуум отличается от математического тем, что, когда летит ракета, в нее постоянно влетают какие-то молекулы. Одна, вторая, третья, пятая, десятая. Там 10 минус, по-моему, 20 моль на метр кубический плотность вещества. То есть достаточно много, и в том числе молекулы воды там тоже можно найти. Ну и самое вкусное, самое интересное для человечества, как для будущих, надеюсь, колонизаторов планет, это планетарная вода, которая может накапливаться либо в виде льда, либо в виде жидкости на разных планетах. Естественно, это все сильно зависит от температуры. Если мы имеем очень холодную планету, то у воды есть единственный шанс быть в виде какой-то из форм льда. У воды, на самом деле, несколько форм льда. Если планета горячая, то у воды шанса практически нет, потому что водяной пар достаточно летуч, он уходит в верхние слои атмосферы планеты и в конечном итоге исчезает. Если мы колонизовали какую-то планету, у нас есть тоже несколько вариантов, где взять воду, поскольку без воды мы жить не можем. Ганимед, спутник Юпитера. Уже доказано, что на поверхности покрыт льдом и потенциально внутри вот эта вот синенькая, это жидкая вода. То есть может нам повезти и может наша планета или планетойт быть на какую-то часть просто состоять из воды, тогда проблем нет. Второй вариант. Камни. Большинство камней это не просто алюмосиликаты, это не алюминий 2О3 умножить на силу 2, там еще обязательно есть кристаллогидрат. А так как вода достаточно известная, как известная, популярная соединение в Солнечной системе, то такие кристаллогидраты встречаются много где. И в лунных грунтах, и в марсианских грунтах. И в принципе, если у нас есть хороший источник энергии, то в принципе Солнечная батарея хороший источник энергии, которые могут дать температуру в 500-1000 градусов, то мы берем этот камень, нагреваем, конденсируем и получаем жидкую воду. Химический синтез. Ну этого товарища, наверное, все смотрели. Он сжигал гидрозин. По сути дела, один из компонентов ракетного топлива, несимметричный, или симметричный иногда, диметилгидрозин. И при его сжигании действительно получается азот, углекислый газ и вода. То есть то, что было показано в этом фильме, это на самом деле правда. Молодцы ребята, потому что довольно часто в фильмах показывают с точки зрения химика такую ужас-ужа, что хочется спрятаться под стол. А здесь действительно правда. То есть многие химические вещества при своем сжигании дают какой-то продукт горения и воду. То есть если мы сожжем, например, вот эту полиэтиленовую пленку, мы тоже получим углекислый газ и тоже получим воду. Если у нас есть хороший холодильник, корочный способ охладить это все, воду можно сконденсировать, собрать в стаканчик и в конечном итоге наша с вами экспедиция получит источник воды. Принудительная конденсатор из атмосферы. То есть если у нас атмосфера достаточно плотная и там есть много паров воды, Марс, кстати, для этого не подходит, там слишком маленькая плотность атмосферы. А если мы, например, на Венере, то там из-за небольшой доли содержания водяных паров, в принципе, можно создать условия, которые эту самую воду соберут. То есть у нас есть некий холодильник, опять же, только достаточно мощный, охлаждающий некие элементы, которые собирают, собирают воду по капелькам и в наш стакан. Ну что ж, давайте вернемся обратно на нашу землю и посмотрим, как же вот эти вот свойства воды, которые нам очень-очень нужны и важны для нашего организма, используют наши с вами братья по разуму. К сожалению, как я уже сказал, вот этот вот кластер, единственное, что рассказывают в школе, а потом появляется вот примерно вот такая вот картинка, и люди помнят, помните, да, они помнят слово диполь, приходит человек, стучится к ним в дверь, говорит, вода диполь, вот, и просит у них денег на это. Основы вот этого всего шарлатанства, связанной с водой, заложены примерно в 80-90-х годах, когда были обнаружены те самые водные кластеры. Водные кластеры действительно достаточно важны для нашего с вами функционирования. Дело в том, что все биологические процессы, почти все, не буду говорить все, которые протекают у нас внутри, они происходят через опосредство воды. То есть вы знаете, что у нас есть некая спираль ДНК, у нас есть белок, который тоже, в общем, закручен в спираль, а еще в какую-то третичную структуру связан. Так вот, они все сохраняют свою структуру только благодаря тому, что вода способна с ними обмениваться вот этими вот самыми протонами и их укреплять. При этом этот водный кластер тогда же, в 80-е и 90-е годы, было выяснено, что он живет 10 минус 6 секунды. Но журналисты, они увидели, что, ага, вода, вода имеет структуру, структура, и она какая-то странная, интересная, значит, наверное, она что-то может запоминать, то есть туда можно закладывать информацию. Они не услышали, что кластер живет 10 минус 6 секунды, потом все перераспределяется, и вода все забывает. Это вот первые статьи по поводу памяти воды, по поводу там какой-то мистификации и так далее, появились тогда. Вторая причина – это плацебо. Когда брали лекарственный препарат, не будем говорить, там, принципы плацебо, подобное с подобным и так далее, и разбавляли, 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 пока этого самого препарата уже не было просто из теории авогадра. Может быть, слышали, помните, понятие моль, что у нас одна молекула, соответственно, 10 в минус 23 степени штук, когда мы разбавили 10 в 23 степени раз, то у нас одна молекула даже статистически не может попасть уже в этот раствор. Тем не менее, плацебо работает, потому что у нас есть мозг, есть самовнушение, которое управляет, в общем, нашими лейкоцитами и лимфоцитами. Но вот наличие этого самого плацебо тоже подогрело аудиторию, плюс имотомасару, который растил снежинки, говоря им хорошие и плохие слова. Почитайте внимательно, там написана интересная фраза, там много-много всего-всего-всего, а в конце написано «Снежинки выбирает специалист». То есть, соответственно, специалист смотрит, сколько снежинок получилось и, соответственно, выбирает самое красивое, если слово было хорошее. Или, наоборот, самое некрасивое, если слово было плохое. Соответственно, вот в результате, что мы имеем. Давайте сейчас, перед тем, как это все обсудить, сделаем небольшой экспериментик, и я вам покажу, собственно, что такое грязь в воде. Значит, очень часто бывает, что люди хотят узнать что-то новое, сделать какой-то эксперимент максимально простыми средствами. Вот я веду блок-блок химика, и самый частый вопрос, когда я про что-то рассказываю химическое, а можно ли такое сделать дома? Можно ли с помощью палок и желудей сделать химический эксперимент или узнать, чистая или грязная вода? С этой точки зрения выигрывает обычно вот такой простейший прибор. Это ТДС-метр. Его чаще всего любят использовать и пытаться понять, вода чистая или нет. И мы сейчас с вами тоже это попробуем сделать. Я на секунду отключу микрофон. Вот, на что его надо будет поставить. Он будет крепеть. Значит, я наливаю сюда просто водички. Вода из-под крана, самая обыкновенная. И давайте посмотрим, что у нас покажет ТДС-метр. Потом я расскажу, что он по умолчанию у него ноль. Так, где тут, чтобы было видно? Все видят, да, что ноль? Ага, ноль. Опускаем его в воду из-под крана. И смотрим, что здесь появилась циферка. По-моему, 72, да? Да. 72, и причем на желтом фоне. Это типа означает, что вода довольно грязная. Теперь давайте добавим в эту воду реальной грязи. Вот возьмем, например, вот такой вот краситель. Он на самом деле называется метиленовый голубой. Но, тем не менее, он вам... Для вас это пока не важно. Он некая модель грязи. Вот скажите, ту воду мы и могли еще выпить. Такую воду вы будете пить, нет? Будете? Нет, наверное, да? Что должен показать ТДС-метр? Как вы думаете? Больше, меньше? Больше, больше, да? Ну, он в грязь нам меряет, да? Давайте посмотрим, опустим. Так. Он показывает либо то же самое, по-моему, 71, да? Видно, нет? То есть количество грязи у нас даже уменьшилось. Оно не увеличилось, оно уменьшилось. Теперь мы возьмем солонку. Прямо сегодня взял с кухни, жена засыпала туда мелкую соль. И посолим. Хорошенько посолим. И смотрим, сколько у нас грязи. Сколько у нас грязи? Не видно. Так, давайте фокусируемся. Ой. Чуть-чуть развернули. Как? Развернуть он перестанет видеть. В общем, там немножко видно. Ну сколько? Ну 2000 с чем-то, да? Все увидели это? Значит, что мы с вами сделали? Мы взяли, посолили воду. Давайте снова включу микрофон. И количество грязи в воде резко возросло. Да? Значит, отсюда вывод. Во-первых, ТДС-метр не подходит для измерения грязи. Это просто измеритель солености. А во-вторых, если к вам приходят люди и показывают, что у вас грязная вода с помощью вот подобных приборов, или рассказывая, что вода диполь, они скорее всего вас надувают. Давайте вспомним наших товарищей астронавтов, которые прилетели на какую-то планету, у них закончили запасы воды, и они стали делать воду из не пойми чего. Мы с вами об этом уже говорили. То есть попытались сконденсировать из атмосферы, как-то набрали чего-то, потом сожгли полиэтиленовую пленочку или ракетное топливо, сконденсировали воду. И у них как будет вода выглядеть? Ну, естественно, примерно вот так. То есть там будут какие-то примеси непонятные, там будут тяжелые металлы с планеты, и нам это надо воду почистить. В принципе, что задачи бытовой водоочистки, что задачи планетарной водоочистки, они примерно одинаковые. Нам надо удалить вещества токсикологические, то есть некие тяжелые металлы, органику, хлорорганику. Нам надо удалить микробиологию, хотя, в принципе, на далеких планетах, совсем далеких, это не проблема. По-моему, если мне не изменяет память, только пока в лунном грунте обнаружили бактерии и вирусы, да, в мартианском, по-моему, еще не было, земные. Соответственно, на далеких планетах это, наверное, проблемы не будет. Вот, и проблема наша сегодняшняя, это фармацевтика в воде. То есть, когда человечество все больше и больше использует лекарственных препаратов, это все попадает естественным образом в воду, и водоочистные не справляются. Потому что специальные формулы лекарственных препаратов предохраняют их от биоразложения. Вы знаете, да, что на водоканале, в принципе, кроме хлорирования, механической очистки и, в общем-то, иногда у ЭФ-лампы больше ничего нет. Никаких угольных колонн там сейчас не ставят для сорбции. А зря, потому что если с токсикологическими загрязнителями мы с вами более-менее справились, по крайней мере, в России, к сожалению, для этого пришлось развалить промышленность. Если с микробиологическими загрязнителями мы справляемся просто кипятя воду, на органолептические загрязнители, в принципе, можно закрыть глаза, это жесткость, железо, и они, в общем, не сильно вредны для нашего организма, если нет никаких болезней. То с фармацевтикой мы ничего сделать не можем, поскольку мы таблеток едим все больше и больше, бактерии в септике или просто в почве это тоже не едят, ну и, соответственно, не переваривают, точнее, едят, но не переваривают. И оно попадает к нам. Мы с вами, соответственно, остановились не только на наших планетах, на проблемах нашей планеты, но и на проблемах астронавтов. Давайте, в общем, сделаем некий модельный раствор, может быть даже... А давайте сейчас переключимся, потом обратно вернемся снова. Сделаем модельный растворчик, который у нас наши астронавты должны почистить и после этого выпить. Значит, вот та вода, которую они наконденсировали, снова отключусь. Значит, вот они наконденсировали из атмосферы воды. Но, к сожалению, туда попали смесь железа с марганцем. Это действительно, в общем, гидроксид железа с небольшим количеством марганца. Еще туда попали наши непонятные загрязнители. И, может быть, даже еще чуть-чуть побольше попало всего. То есть попало некое ракетное топливо непонятное. И вот с этим предстоит им справиться. Что же делать нашим дорогим астронавтам? Если мы хотим сделать по-настоящему чистую воду, то, конечно, мы можем просто попытаться это все перегнать. И заново провести процесс конденсации. Но, к сожалению, очень многие вещества настолько же летучие, насколько вода. Тот же самый гидрозин, который в ракетном топливе, откройте, можете посмотреть температуру кипения, его 102 градуса. Он перегоняется вместе с водой. Почистить воду от гидрозина практически нереально. А гидрозин, в общем, и канцероген, и мутаген, и даже, в общем, яд. Поэтому тут без сорбционных фильтров никуда. И мы сейчас с вами попробуем их сделать. Значит, здесь у меня сделанная, на самом деле, просто мной, эту сторонку пока оставлю, вот такая вот сорбционная смесь. Она даже не с производства взятая. Значит, основной компонент здесь, естественно, активированный уголь. Про него вы знаете. Естественно, я говорю, потому что он самый дешевый у нас компонент на планете. Из по-настоящему хороших сорбентов. Второй компонент, ее наобменная смола, которая удаляет тяжелый металл, такие шарики. Вот, ну и все это скрепляет волокно. Не буду рекламировать его название. Так понятно из названия фирмы, в которой я работаю. Значит, и попытаемся набить фильтр максимально плотно, просто из вот этих вот компонентов. Значит, давайте я... Ой. Обычная ступка с пестиком. В общем, почти фильм «Марсианин». Если вы его смотрели, помните, какими ингредиентами и веществами он оперировал. Примерно так это все и выглядело у него. Значит, активированный уголь, в принципе, может получиться из любой целлюлоза, содержащей массы. То есть мы можем взять древесину, при нагревании ее активировать. Если вдруг вас забросили в тайгу, и вам нужно получить активированный уголь, вам его взять неоткуда, то можно пойти следующим путем. Берете, разводите костер, лучше всего из березы, там самая чистая древесина. Дожидаетесь, пока у вас будут такие раскаленные до белого коленя угольки. То есть это надо пережигать, 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 то есть достичь высокой температуры. А потом делаете следующее. Берете вот этот уголек раскаленный, кидаете его в воду. Он там шипит, плюется, немножко рассыпается, но в конечном итоге остывает. Достаете этот уголек из костра, из воды, и кидаете обратно в костер. Он снова шипит, раскаляется, потом снова в воду, и сделаете так раза 3-4. У вас получится такой простейший активированный уголь, потому что водяной пар под давлением, он реагирует с водой, активирует, соответственно, реагирует водяную пуску с водой, извиняюсь, с углем, активирует его поверхность, и у него появляются поры и активные группы, которые способны ловить всякую разную гадость. Так. Ну вот у нас наш простейший фильтр готов. Закроем его просто сеточкой для механической очистки. Закроем шапочкой. Вот. И вставим вот сюда. Значит, первое, что нужно сделать, если вы собираетесь какой-либо материал использовать, это его кондиционировать. Кондиционировать означает подготовить к дальнейшей работе. В данном случае просто пролить обычной воды. Когда мы смачиваем любой сорбент водой, ну, смывается угольная пыль, которая натерлась, он набухает, и все поры, которые в нем присутствовали, раскрываются, и после этого он готов к работе. Давайте чуть-чуть подождем, пока оно поддотечет. Пока закрою штучку. А пока что, наверное, приготовим нашу жижицу. Так, сейчас я... У меня тут ложка есть. Я ложкой перемешаю хорошенько, а то она у нас подосела уже. Попробуем из этого сделать воду. Так, давайте уже сливать. Да, в принципе, наверное, и хватит. Не хочется долго ждать. Сольем это обратно в нашу воду грязную. И будем считать, что наш фильтр готов. Это выльем сюда. Так, и давайте посмотрим. Нормально сфокусируется на... Вот, или, все отлично. Ать, ать, заливаем. Оп. Ну и давайте смотреть. Значит, напомню, что мы с вами в нашу жижицу положили тяжелых металлов. Как минимум марганец, а точно тяжелый металл, железо. В общем, он условно-безопасное вещество. И положили здесь, на самом деле, краситель метиленовый-голубой. Он хорошо моделирует пестициды. Соответственно, очистка от пестицидов, если говорить о планете Земля, будет такая же, как от метиленового-голубого. Так, сейчас здесь протру наши пятнышки синенькие. И, в принципе, здесь уже достаточно неплохо видно. Давайте я пока продолжу, может быть, говорить. Оно пусть дотекает. Немножко вернемся назад и поговорим, почему эта очистка получается. И почему, собственно, чистая вода, это не только... Сейчас, секундочку. Ага, все. Чистая вода важна не только для нас с вами, но и для всего остального, что есть на нашей планете. Молекула воды достаточно маленькая. И помимо того, что она маленькая, как вы помните, я сказал, что вот эти атомы водорода, которые находятся в самой молекуле, они, в общем, вот этому кислороду не очень принадлежат. Подходит другая молекула воды, и он перескакивает. Когда мы чистим воду, например, мембраной, то происходит очень интересный процесс. Если есть хотя бы маленькая дырочка, условно, молекулярного размера, там уже не называют это дырочкой, то как только одна часть одной молекулы, допустим, вот эта вот, через эту дырочку проскочила, она с помощью электростатического притяжения притягивает водород от другой молекулы. Соответственно, этот водород оп, туда перескочил. У нас вот здесь вот образуется некий заряд, и за счет заряда более крупный кислород тоже проскакивает через эту мембрану. Когда речь идет о тяжелых металлах или каких-то пенсицидах или каких-то других токсинах, это обычно достаточно крупные молекулы, которые, к тому же, не способны вот так с помощью водородной связи перескакивать и проходить через какие-то маленькие отверстия. Именно на этом строится очень много процессов, в том числе мембранной водоочистки. То есть мы берем некую тонкую мембрану, ставим на пути воды, вода проскакивает, а все остальное не проходит. То есть не проходят ни токсины, не проходят ни какие-то органически сложные вещества. Соли на самом деле иногда проходят, и это сильно зависит от того, какую мембрану мы возьмем, либо какие сорбенты мы используем. То есть сейчас, если мы с вами померяем ТДС, вот здесь вот, то ТДС, скорее всего, не изменится будет, что здесь, что здесь. Но, как вы помните, я вам уже говорил, что общая соленость, ТДС это Total Dissolved Solts, я так и не назвал этот прибор, общее количество растворенных солей, никак не связано с той грязью, которая находится или не находится, собственно, в воде. Так, сейчас. По поводу воды еще. У меня очень такой любимый вопрос, когда я читаю лекцию детям, и давайте сейчас попробуем тоже угадать. Мы с вами уже выяснили, что фармацевтика, в общем, в воде, это самое страшное, просто потому что там маленькие количество препаратов человек получает постоянно, постоянно, постоянно оно накапливается. Органолептические загрязнители, я тоже уже сам сказал, что они не очень страшные, потому что жесткость и железо, они ядовиты для нас только если у нас реальные проблемы с печенкой или почками. А вот давайте сейчас угадаем, какие загрязнители в общем виде более токсичны для человека обычного городского при вытекании их из-под крана. Какие-то токсины, токсикологические загрязнители, или микробиологические загрязнители при условии, что ПДК, предельно допустимую концентрацию, мы более-менее согласовали. Давайте проголосуем, пока у нас еще там не дотекло. Кто за то, что токсикологические загрязнители опаснее? Поднимите руку. Раз, два, три, четыре, пять. Так. А кто за микробиологические загрязнители, что они? О, замечательно, вы угадали. Вот, значит, давайте я все равно сейчас расшифрую, почему именно так. Любимая моя аллюзия, это мы берем стакан, наливаем туда раствор ионов свинца, например, примерно 10 предельно допустимых концентраций. То есть это то количество, которое человек, естественно, не убьет, но которое пить для печенки, в общем, не очень полезно. Налили, мысленно налили, закрыли и оставили на недельку. У нас через недельку, что там будет? Те же самые 10 ПДК, потому что не испарится, я закрыл. А теперь представим себе, что туда попало, ну, допустим, так, чтобы соизмерить, примерно 10 миллионов колоний, образующих единиц на миллилитр кишечной палочки. То есть это тоже, в общем, не смертельно, но живот поболит. Вот, и оставили на неделю. Что будет через неделю? Понятно, да? То есть именно поэтому наш с вами любимый водоканал, который все почему-то ругают, он именно воду хлорирует. Он убивает бактерий. Да, он загрязняет воду хлором, который, в принципе, не полезен для нашей с вами печенки, но, тем не менее, это достаточно благое дело. Так, ну вот, у нас все, в общем, готово. Здесь можно посмотреть. Ну, давайте я пока просто над головой подниму. Я думаю, что сейчас уже всем будет видно. Вот, и не знаю, насколько чисто этот стаканчик. Вот это я делаю не всегда, сразу говорю. Вот. Ну, сейчас вполне можно. Основное условие то, что я сам набивал фильтр. Собственно, ваше здоровье. Ну вот, ну примерно так. Вот, давайте немножко подведем итоги и перейдем к вопросам. Значит, первое, что я до вас хотел донести. Вода действительно довольно сложное и странное соединение. Вода имеет кластерную структуру. И уникально для нашей планеты без воды жизнь невозможна. Но большинство фактов, которые говорят по ТВ, в СМИ и так далее, про то, что она уникальна, ее можно омагничивать, говорить ей полезные, добрые и другие вещи, это, к сожалению, вранье. Примерно такое же вранье, как использование ТДС-метра для проверки того, работает фильтр или нет, или грязная у вас вода из-под крана или нет. Достаточно, если к вам этот человек пришел, просто посолить и показать, что показания выросли, и сказать, о боже, эта соль тоже грязь. Вот, они сразу же сматывают удочки и убегают от вас. Следующий момент, который я хотел до вас донести, это то, как воду, в общем, чистить. Воду можно чистить через мембрану, можно чистить с помощью сорбентов. Эти сорбенты могут быть как покупные, так и, в общем, иногда даже самодельные, если других вариантов нет. И вода, структура воды нам помогает это делать. Вода диполь, вода способна диссоциировать, разделяться на протон и OH-группу, и протон проходит, потом OH-группа подтягивается. И благодаря этому вот эта вот штука дала мне чистую воду. Так, ну что, давайте перейдем к вопросам тогда, да? Вот, сейчас. Я включу микрофон, я тут без микрофона вещал. Забыл уже про него. Да, слушай, внимательно. Здравствуйте. Обладает ли тяжелая вода, оксибдейтерия, кластерной структурой? И насколько опасно ее употреблять, ну, если ее полностью заменить? Если обычная вода полностью заменит тяжелую воду, насколько это опасно для человека? Очень интересный вопрос. В свое время, лет, наверное, 10 назад, я бы вам ответил, что нет, не отличается вообще не это самое. Нет, 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 нет. Потом я достаточно много читал, изучал этот вопрос и наткнулся в том числе на три, по-моему, уже статьи, где действительно мышек поили и заменяли всю воду на тяжелую. Значит, если просто брали, заменяли всю воду на тяжелую, то мышки дохли. Просто потому что в дейтериевой воде, в тяжелой воде так называемой, в ней медленнее идут биохимические процессы, и в мышках внутри появлялась разбалансировка, и, соответственно, им становилось плохо. Но в последней статье сделали хитрее. Они не только поили тяжелой водой, но они еще кормили едой, содержащей, собственно, тяжелые протоны, которые способны к обмену. И разбалансировка снялась. Потому что вот эти вот самые кластеры, они все-таки точно так же способны обмениваться, они существуют. У них время жизни меньше, они быстро перераспределяются, и из-за быстрого перераспределения просто биохимические процессы не успевают в нужный момент пройти, поэтому общая скорость получается ниже. И да, мышки выжили, у них замедлились биохимические процессы, и, в принципе, на тяжелой воде тоже можно жить. Но вот два условия. Не просто тяжелую воду пить, то есть концентрировать ее и пить, а еще и всю пищу, именно те водороды, которые способны к обмену, то есть при аминогруппах и при крабоксильных, тоже заменить на дейтериевые. И постепенно-постепенно переводить организм. То есть если вдруг, вот я, наверное, представляю себе такую ситуацию, мы попадаем на планету, где вместо протонов, вместо H, то есть формула воды не H2O, а дейтерий 2O, где все дейтерий, то, в принципе, за поколение 2 можно космонавтов полностью адаптировать. И они, скорее всего, все выживут, ну, и большинство из них выживет. Да. Пожалуйста, сейчас я вам путаю микрофон. Я могу громко. А тут очень маленькая аудитория, по-моему, у меня так слышно лучше, чем микрофон, да? Микрофон для записи. А. У нас в городе идет из крана опресненная морская вода. И стоит везде предупреждение, что ее бить нельзя. А вот на самом деле рассказывают страшные истории, что какая-то девочка там все, она пила, и через 6 месяцев она пошла менять почки. Можно пить опресненную морскую воду? Очень, ой, опять выключился. Очень сильно зависит от метода опреснения. Самый простой метод опреснения – это дистилляция. То есть, если мы просто кипятим и потом конденсируем пар. Обратный рост у нас у вас, да? Значит, сейчас договорю. Значит, дистилляция. Если дистилляция и сам себе дистиллятор у нас из не какой-нибудь латуни, которая будет растворяться в постепенной гробе до те самые почки, то, в принципе, можно через стеклянный дистиллятор. Второй вариант – это потом к вашему перейду – это если у нас электродиалис. Когда мы ставим систему мембран, подключаем электричество, и у нас получается из одного крана, грубо говоря, течет концентрат соли, из другого крана течет вода чистая. Это тоже, если хорошие мембраны, то сейчас так чистят воду в Израиле. Почти вся вода в Израиле, она через электродиалис. Обратный осмос. Вообще, обратный осмос, в нем ничего страшного нет. То есть, это мембрана, на которую под давлением подается вода, и по тому же принципу, про который я говорил, часть воды пролезает, часть воды не пролезает, и самое главное, грязь тоже, всякие разные штучки не пролезают. Другое дело, что есть проблема. Эти мембраны, особенно старые мембраны, они не работают без периодического увлажнения растворителями. То есть, их нужно все останавливать, всю систему промывать растворителями, они набухают, у них открываются поры, их промывают как-то, потом снова запускают. Если вот эту систему периодически не промывать после этого водой, то у вас в воде вот то, что было внутри мембран. То есть, это либо растворитель, либо еще что-то. По поводу того, можно ли пить воду, в которой нет минералов. Возможно, что с этим еще связан ваш вопрос. Точно так же, очень часто на лекциях про воду, меня спрашивают, если пить дистиллированную воду, не умру ли я, не растворятся ли мои кости? Нет, не растворятся. Есть журнал медицинский, так и называется, Кости, Бонс, в котором, по-моему, три уже статьи, четыре уже статьи, три это там было, четыре статьи по поводу того, что мышек поили дистиллированной водой, но кормили при этом полноценной пищей, и они не умерли. Они нормально на протяжении многих поколений развивались. То есть, обратноосматическую дистиллированную воду пить можно, если вы кальций нормально получаете с пищей. И вообще из воды кальций усваивать умеют только дети и беременные женщины, потому что просто у человека нет настолько мощных ферментов, чтобы вытащить неорганические кальции из воды. Вы когда, вот, например, у кого был когда-то недостаток кальция, вы какую таблетку пили? Ведь глюконат кальция, да? Или еще какое-то, какое-то органическое соединение кальция. А если вы будете есть мел, то никакого эффекта на взрослый организм это не окажет. Только маленькие дети могут есть мел и, в принципе, кальций оттуда хоть как-то усваивать. У них ферменты, наверное, заточены. Поэтому вывод такой. Лучше полноценно питаться, чем пить жесткую воду. Вот. А в вашем случае, наверное, да, мембраны просто неплохие. Ага. Здравствуйте. Спасибо вам за лекцию. Вопрос, не отходя от темы опреснения, заключается он в следующем. На Земле, собственно, ситуация такая, что пресной воды по соотношению пресной очень мало. И считается, что это один из ценнейших ресурсов, да, если касаться драк металлов. Почему, в чем проблема все-таки? И когда мы будем рассушать моря и океаны, чтобы, ну, выпивать их, да, скажем так, и есть ли наработки по компактным опреснителям, к примеру, для оснащения кораблей, подводных водок, то есть непосредственно, вот, ну, если катастрофа не так, вот, конечно, происходит, морскую воду пить нельзя, чтобы было опреснителем. Значит, сейчас в средний уровень техники, понятно, что есть более продвинутые агрегаты, есть менее продвинутые агрегаты, это примерно 2 киловатт часа электричества на 1 литр воды. То есть из морской воды сделать чистую пресную воду, именно чистую, подчеркиваю. Обычно это все-таки обратный осмос с компрессором дополнительным. Иногда это электродиализ. По поводу компактности, значит, действительно, на кораблях эти есть установки, и, в общем, на подводных лодках тоже эти есть установки. Сейчас это все-таки чаще обратный осмос. В Советском Союзе это были обычные дистилляторы, то есть они просто кипятили, конденсировали, кипятили, конденсировали. Компактность максимальная, то, что я видел, ну, это вот примерно с эту канистру. Это самое было компактное устройство, которое действительно давало из воды морской воду нормальную, и скорость была, сейчас, чтобы не соврать, ну, какие-то литры, но, правда, в сутки. То есть один человек, в принципе, может на это прожить. То есть если, например, действительно мы в шлюпке дрейфуем, вот у нас вот эта вот агрегатина и этот самый аккумулятор, то она нам нужное количество для выживания воды даст. Там, может быть, на двоих, на троих человек хватит. Но на большой корабль, конечно же, нет. Когда мы эту проблему решим, мы эту проблему решим, она напрямую сейчас, на мой взгляд, связана с эффективностью фотоэлементов, то есть солнечных батарей. Как только солнечные батареи будут не там 2% или сколько там сейчас КПД, может быть, 5, я вот некомпетентен, а хотя бы 70-80, то все, мы эти 2 киловатта возьмем и любую воду сделаем чистой. Спасибо. Давайте, может, самый-самый последний вопрос. Вопрос небольшой, если у нас есть. Да, подписывайтесь на блог. Хорошо, Денис, выберите, пожалуйста, самый интересный вопрос. У нас подарок за интересный вопрос. Так. Самый интересный. Давайте я самый актуальный возьму. Вот по поводу воды, которая опресненная. У вас в городе опресненная вода, которая через опресненную воду. Почему самый актуальный? Просто потому, что чаще всего водоочистка, вот то, чем я занимаюсь, она двигается за счет таких вопросов. Когда натурально, не утрировано, звонит дилер из Норильска и говорит, что Денис, у нас выброс никеля, что нам делать? У нас там 80 ПДК по никелю. Никто об этом не знает, но там 80 ПДК по никелю. Ну вот, ну, как бы вот так двигается водоочистка. То есть есть конкретная задача, которую нужно просто решать. Все, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо. Да, кто хочет, можете подойти посмотреть. Вода действительно чистая. Попейте.